Чтобы воспитание избежать недоразумений, стремись о предназначении отношений, манером подражая проповедника, ориентируй речь на собеседника. Ты за внимание борись, не строй общения сверху вниз. Стремись изучать детей настроение, и у ними бушевские глаз выражения. Какие они вчера, и сегодня, какие с утра, и какие в полдень. Чтобы порядок смехом, слезами, учись себя видеть детей глазами. Не ограничивайся только информацией, воздействуй, наблюдаясь за реакцией. Проблемы творчески решай, помочь не можешь, не мешай. Умейте слушать думчиво, внимательно, и заболевайте ребенка обречательно. По пути там не возникать, конфликты не реализовать. Порой идти на мелкие уступки, и рассуждать мне личность о поступке. Вот ребенок, чтобы найти подход к нему, начинай с вопроса, почему, как, зачем, что думаешь о том. И не застилен, будь плитом. Глядите детей, и пусть режешься с ними, а они любого. Вот это все очень ранимы. Волонейте, используйте роль одобрения и извлекайте шаблонов общения. Угода и критиков будет вредна, если добра не содержит она. Фамилия редко бывает нужна, за допоминаете детей и имена. За собственной речью должны расследить. Вам нужно не ложить, а власть говорить. И в игре, и в спорте, танцах, и работе, везде пример вы личный подаете. Нельзя об этом забывать, с собой учитесь управлять. Чтобы продолжение детей добиться, слова и дела должны сходиться. Вы должны оптимизмом учиться, пусть даже с лицом о том ушибиться. Не обижайтесь резкими приказами, не обижайтесь личными заразами. Не увлекайтесь глупыми проказами, управляйтесь тишими ужасными разными. Не бойтесь свежими приказами, спасибо детям говорить. Углажайте чужое мнение, принимайте детей настроением. Все коллективно обсуждайте, но персонально поручайте. И персонально отвечайте, а то, что вы не обязательно забывайте. Ставьте себя на место детей и сможете их понять поскорее. Дети не любят другая фраза, выглотняй просьбу, но и приказы. Ни мелочь каждую не нужно обнимать, что-то можно не услышать, не понять. Занимайтесь главным делом, здоровьем их души и телом. Заграйте все о детях знать, транспорты личные искать. Но лучше им не записать, коли не хотят туда пускать. Душа не место для прогулок, другое ищите берегулок. Не будьте мелочными и запамятными, предсредства принимайте грамотно. Не отвечайте на вопрос вопросом, не будьте строгим, хмурым боссом. Не будьте скучными, банальными, старайтесь быть оригинальными. Но в этом тоже не узнайте, и носом дверь не открывайте. Признают ошибку, потрудитесь перед ребенком и зимнитесь. А от этого, когда идея пошел, все не зайдет на нет. Детям своим относитесь к любя, злиться вы можете лишь на себя. Интересуйтесь нейрологически, детей усталостью физической и психической. Любимчиков не заводите, за превращение не пустите. На единение, что не сняйте, и перед всеми не ругайте. Не унижайте их при всех, ведь убивает даже снег. В бережные стихи для ребенка обращайтесь, по слушаниям его не убивайтесь. Пусть и всегда вы в этом грамотно повторяете вновь и вновь. Любой из вас имеет грамотно, уважение и любовь. На как раз это вы работаете не педагогично, но если так, трудитесь с ним не лично. Пускай детишки ваши знают, что воспитатели за них страдают. Когда вы не можете найти ответа, вы не останетесь спрашивать об этом. Поспитывает на ради бога, не засажает на ради и строгой. Продолжение следует...